Я думаю, что коротко осветить вот тех проблем, которые столкиваются, ах, уже химиколог, да, столкивается женщина, ее здоровье, если организм насыщен витамином Д. И смысл, конечно, вот эта презентация, это ограничение тематики, только все вокруг гравитарного периода, ну, с целью создания и сохранения здоровья самой женщины, ну, и создания такой продукта, который мы вам передаем максимально здоровье. Когда мы создавали вот эти рекомендации, в которых сейчас идет речь, рекомендации от четырех ассоциаций, и, конечно, мы опирались на то, что уже есть на сегодняшний день, и я уже об этом говорила, конечно, это прежде всего эндокринологическая ассоциация, мы все участвовали в том же генео-фотомолок-рецензиях, наша ассоциация в госдобазу, ну, и сейчас мы делаем эти рекомендации. Это тут главная ассоциация, что это генео-фотомолок-рак, эндокринологов, ассоциации педиатров и остеопорозов. Рабочая группа, которая включала, работала на эти рекомендации, конечно, взятые наши институты, и очень разные специальности педиатра, и эндокринологи, и кардиологи, и также на территории с нашего города, институт ПОТО, который занимается эндокринозами, и дефицитами витамина Д, в количестве центров Мугакова, эндокринологи, и большое количество участников, часть из них здесь присутствует, я всем очень благодарна за очень быстрое содействие. Мы отправились, конечно, на самые последние международные рекомендации на опыт, которые есть в мире, ну, и на отечественные рекомендации, которые отечественные, о которых говорил Ирина Николаевна и другие акции в сегодняшний лекар. Надо сказать, что статистику, сколько беременных страдает дефицитами недостаточностью, ну, не все страны, не все континенты ее предлагают. Но вот эта карта, голубые столбики, это как раз данная бы беременна, она демонстрирует, что, опять, независимо от реальности, независимо от количества солнечных дней, по всем континентам, вы видите, что это голубые столбы, где-то от 40 до 65, где-то от 50 до 100, то есть очень высокая распространенность в Австралии и на Эквадоре. Меньше всего, это страны, Скандиналии, как ни странно, и вдруг не догадаться, что они с национальной программой, также как по дотации молио-гислоты, так и по дотации витамина Д. Поэтому зеленый – это покажение, но другой – это, которое было получено в 12 странах. Наши данные, что нормальный уровень имеет только 11-20% беременных женщин, остальные все в состоянии дефицита или недостаточности. Когда наше исследование проводилось на протяжении года по разным сезонам оценивалось, вы видите, что деставерная разница между сезонами у нас не получена, но, наверное, чуть выше лета осени, но достоверности нет. То есть еще раз говорит о том, что наше количество сегодня уже почти раньше чуть-чуть говорили 60 солнечных дней в те годы, и теперь же были 35. У вас немножко примеселей, но не так же мало сказывается. Ну, конечно, когда мы говорим о молекве витамина Т, сегодня так вот было сказано. Конечно, наверное, вот все эти водообразные эффекты уникальны, раз уж активно, мы говорим, соединяются с сезонными рецепторами, да, придают им этическую информацию, кодируют десятки генов, регулируют все виды обменных веществ. Но трудности представить, что вот эти все эффекты, одновременно и антипроферативные, и нарушение апоптозы, регуляция апоптозы, и антибактериальные, вот они были все только позитивными. Поэтому я очень поддерживаю последнее выступление, слава, о том, что, понимаете, здесь, Татьяна Леонидовна, извините, это я с тобой, Татьяна Леонидовна Коронова, о том, что, конечно, мы должны очень быть аккуратны с целевыми нашими результатами, с целевым уровнем. Вот, например, сразу скажу, для невыношения беременности, которые вы понимаете, что все углозы первые три месяца беременности, это, конечно, по сути, отторжение трансплантата, да, половина чужого организма. Так вот, какие механизмы у меня здесь должны быть? Те же, которые отторгают, например, онкологические клетки, или не те же? И вот этот, казалось бы, вот этот очень важный антипроферативный эффект, который вы слышите, действительно, доказано, что онкологические заболевания и лечения, сейчас онкология очень высокий доз он сначально этапа лечения, вот он может быть не благоприятный, например, вот на ранний срок беременности. Поэтому я не нашла работу, а те, вот, угрозы прервания была, благополучность исхода в плане лечения угроза киболюбии была осуществлена с сухими цифрами. Мы тоже смотрели так аккуратно, недостоверно, тоже, например, не получается. Но остальные эффекты уже были сказаны, и очень важны, которые здесь, конечно, вот интенсивные дислепидемические эффекты нормализации нормы гликемических, вот, конечно, очень-очень важны при беременности, которая создает такие напряжения огромные в организме, сама беременность, это уже тюни-дюни-дюни-дюни-дюни-дюни-дюни-дюни. Поэтому на сегодняшний день для нас интересны, конечно, рецепторы, которые сложены практически все клетки организма, да, это вот наши главы органы, ноги, клетки в эндокринговой системе. На сегодняшний день ассоциация четкая, достоверная, с гинекологической патологией, если все это витамин Д, уже пациентамидно упоминал синдром коррегистоза, ты ищешь эндометриоз, это такая пандемия тоже нашего века, эндометриоз, к сожалению, основная причина, происходит на сегодняшний день эндометриоз, причина тронотечения и других проблем, страдания женщины, это болевой синдром. Так вот, здесь действительно, это тоже, по сути, эффект панкологического заболевания, активная пролиферация клеток, которая должна была умереть, вот они останавливают свой рост, если повышают уровень витамина Д. Доказано, что перед лениальной жизнью, 100% с эндометриозом, диаболемопарскопии, дефицит витамин Д, то есть, видимо, он там хорошо нейтрализируется и используется. В бесплодии разное бывает, конечно, у него все эти витамины, ассоциированы, но тем не менее, амбураторное доказано. Ну и отдаленные последствия. Если говорить про нарушение мистуального цикла в виде аминоры, то здесь напрямую, конечно, активная метаболита витамина Д, которые должны пройти время, влияют на ряд моментов, прежде всего, висит из половой струэта, поэтому ранняя аминопауза, преждевременное истощение ящиков. Ну да, не то, что это основная причина, но доказано, вот, два, даже, например, фактор курения, хронический стресс, и вот здесь все витамины Д влияют. А, конечно, дальше избыточный вес, инсультурезистентность того или другого рода, конечно, усугубляет этот дефицит. Поэтому стильный сколовый гормон, пожирение влияет на параллельную генетику, создает тем самым все условия для бесплодия. Витамина Д влияет, в каком плане может создать риски его наши? На самых ранних этапах, когда очень важна пролиферация эндометрия, где это происходит, не так сглатацит. Так вот, в частности, при дефиците происходит изменение экстрессивных генов, известного всего, чей-кокси-10, который обеспечивает рецептурность эндометрия, которую мы никак не умеем повысить и так далее, даем респирону, толку здесь мало. Так вот, может быть, сочетание этих двух компонентов удастся нам преодолеть расправлению. Ну и, конечно, плацента. Что я говорю, здесь влияние на все гормональные эффекты плаценты, которые известны от димык метаболин. Она сама источник во время беременности, самое главное, от димык метаболинов. Ну и вещества и эндометрия гормона, о которых я упомянула. Но в эндометриозе тут несколько моментов. Это прежде всего нейрологические и, конечно, противопровоспоители. Потому что любая агнидация вот этой клетки от эндометрия, горюшин, область там веще, мальчатой дубы, это все металлоризация, это повреждение, это фактор господина. Поэтому механизмов здесь на сегодняшний день много. Ну а для набораторного бесплатия здесь, конечно, еще вторично, помимо перечного дружеского головы, стероидов, это дальнейшее повышение уровня пара, данного через менее кальциевое обмен, снижение чувствительности инсулин рецепторов. Поэтому смутается круг, да, чинфитром раминомия относительно. И это как раз привело к тому, что очень много работы, мы это тоже уже упоминали, именно более главного реакция происходящего. В чем здесь показано? Что увеличивается при дотации витамина, это количество витамина, это количество витамина, это полива, восстанавливает регулярность цикла. На сегодняшний день все прописаны, что это значило, но по моменту последний кайлайн указывает на рюксинформина, что мы должны лечить пациентов витамина Д. Значительная терапия, то есть положительные эффекты на инсулин резистентность к новой жизни, с ожирением, и на остановку этого неприятного процесса, ну и, конечно, метаболизм, люкозу и частоту менструации. Поэтому в сегодняшний день вот огромное количество жировых появилось, они не очень большого количества в пациентах, но их много, влияет и на клинику, и на биохимические показатели, таким самым замыкает опять эту руку и позволяет и снизить ожирение, увеличить чувствительность рецепторов и помогает в лечении, испугаясь, спонтанно вернуть реакцию безрудных причин стимуляций. Поэтому перед циклом ВРТ у женщин с бесплодиемцентным паренком прописали, это было бы нам сделано еще в предыдущей рекомендации в МАСС, это репродуктологическая ассоциация, о том, что перед ВРТ, особенно пациенток с аннуляцией, особенно со слухая, но сейчас мы говорим о том, что все пациенты с аннуляцией должны и принимать витамины и выйти на уровень целевой, хотя бы нижней границы, нормы, потому что вы видите, что доказано, что не только улучшается качество брюнов и эффект самой стимуляции, но до нашего времени, вероятно, из-за тяжелого времени. Ну и то же самое в паре лечить пациентов, поэтому перед зачатим рекомендуется мужчина для улучшения качества сперва брюнов и эффекта. Очень спорный вопрос, конечно, с воспалением. У кого-то неизвестен этот старинный метод лечения, инсоляции, лечения войны, экстерапуреза. Но, конечно, это и технические инфекции, хронические, их тип воспаления. Но на сегодняшний день все-таки лечения гимноза, это бывает очень важно. Бывает такая банальная вещь, что и нет разговора. А вот если мы пациенты с прежневременными слицем около плодных вод, когда мы сегодняшний день, чтобы доносить замечательную драгоценную беременность, хотя бы минимально до нужного срока. Что мы сегодня делаем? 24 недели отходят около плодных вод, 26. Но если какой-то минимальный индекс гимнонатический есть, вот в нашем центре выдачу, для наших 37 недель. Максимальный срок для нашего слицем влезетного плодных вод 90 дней. Это очень сложная ситуация. И мне очень важно, чтобы не было гимноза. Так вот, конечно, этих пациентов мы пока подписываем вам мирное согласие, потому что дозы длительные бывают, мы не успеваем оценить, но, в общем-то, даем лечебные дозы, хотя вы прекрасно понимаете, объем метаболизм, и что уже когда случилось, произошла ситуация. Мы, конечно, в этот момент повлияли. И быстренько создать активный мимфорит витамин Д не можем. Нам нужно время. Это самое главное. Создать условия нужно до беременности и задолго. То, что достоверно доказано, дополнительный прием по время беременности перехожу. Приклапси, бессонный диабет, ассоциированный с низким риском везаприрование, ну и тяжелое, скажем, любит кустового кровотечения. Но приклапси очень много работ доказывать не нужно. Механизмов много. Но мы сделали еще большие работы тоже. Прием кальций снижает статистические частоты в развитии преклонений. Но в сегодняшний день, видите, все-таки достаточно уже достоверно. Вот эта левая графика носит до носитого риска, весь уход на налево. Причем невысокие дозы поражают, что во всех исследованиях это меньше 2000 международных единиц. Достаточно, видите, 200, 500, всегда и уже есть смещение. Но это большие исследования. Поэтому хотя бы сколько, то есть это говорит о том, что эти пациенты из группы из-за производства преклонности получали витаминоденную беременность, успели восполнить, и это имело свой эффект. Ну и второе, это, конечно, влияние на дозыно-лиминовую систему. И здесь еще есть изменение синтеза, но мешает социализации стенки, даже если предрасположенность преклонности вы понимаете, что это страшное заболевание начинается тогда, когда неправильно произошел запад на пациенты, но клинические упражнения могут прививаться 22 недели, и тогда мы вынуждены прервать беременность, а все это проценты, гипертонические пациенты, даются лечения, преследуются женщины. А можно оттянуть эту манифестацию, при квартире 33 недели, это очень не страшно, потому что может междеремный ребенок сказать замечательную карьеру на анатолу. Так вот эта манифестация связана с эффектом быстротой реакции его векативной системы. И если витамин Д можно провалилировать, отсутствие этих клинических симптомов, которые прерывали, конечно, это очень-очень значимо. Но механизм, как и доказан, тоже, конечно, это действие витамина Д изменения в сухой цепати через жесткость сосудов, через изменение под констрицией. Это делал наш аспирал Шельфово и показал изменение жесткости сосудов и значимость этого витамина в восстановлении функций в эксперименте. Поэтому и сегодняшний день большого количества исследований, еще раз подчеркиваю, которые подчеркивают его значимость. Теперь ГСД. Не все так однозначно, уже Татьяна Леонидна говорила, еще потом мы видим, что тревая относительно-относительно на риски и направо, и налево. Но все же в последние годы большая количество работ показывает, что действительно 1,39 ассоциированность с инвестиционным диабетом. 10 следовало повышенное距離 при недостаточности, 18 следовало не показалось существенной связи и 1 показанность вествия. Срезумею о том, что голосовая значительно выше минвестиционный диабет на 39% при недостаточности. Ну, а у нас как получилось? У нас получилось такой высокий распространенный дефицит недостаточности, что мы не могли посмотреть, у нас здесь дефицит недостаточности и дефицитовым диабетом и вес. Поэтому не могу лицать эти данные. Ну, конечно, то, что вам хорошо понятно, полная корреляция между уровнем витамина Д в крови матери и в крови ребенка. И эту работу мы также сделали, когда давали витамины Д в разные дозы беременной женщине, посмотрели, сохраняется это тоже зависимый для мамы и для внутриутомного плода. Ну и, конечно, здесь, естественно, чудес не бывает. Первая группа получала 500 международных хитинец зелененька, затем 2000 международных хитинец и и, естественно, с подтвержденного недостаточностью витамина Д, это была группа также, как и 4000 международных хитинец. И вот вы видите, последний зелененький, да, он никуда не сильно не превысил норму, пациентки имеют 18-17 средней по группе, они только-только перешагнули нижний уровень витамина внутреннего хитинеца, через 3 месяца применения 4000 международных хитинец витамин Д. Использовали капельный расход, РПД-3 в тот момент, у нас особенно ничего и не было, поэтому мы можем еще рассказать, что действительно есть этот зависимый эффект, он полностью прилирует спектр для ребенка и безопасен даже при применении, в данном случае, свежим 3 месяца. Ну и для ребенка, что у меня уже в такой уважаемой аудитории не очень удобно говорить, но с умиром уже было сказано много, то есть самое главное, мы сюда пытаемся объяснить, что это не только рахит, нарушение костного обмена при рождении, это огромное количество заболеваний после, и это иммунная система у ребенка. Но вот связано, ребенка новорождена действительно попольше. Давно сказать, что они какие-то уж очень знакомые, а потом, ну разве же так много зависит от этого, скорее больше или меньше, давайте поговорим о серьезных заболеваниях, с которыми ассоциированы. Витаминная прилагация новорождена. На сегодняшний день последняя работа показала, что вот 6400 обеспечивает только эта доза, полноценно обеспечивает дурное молоко, витамина Д, поэтому в наших рекомендациях мы как раз для лечения в садинодостаточном всевозможном периоде сделали самые прописально высокие дозы, то есть 6000 действительно показано безопасно, он и благополучный тренировок. Но я была бы не права, если бы не сказала о том, что не только осложнение беременности, не только осложнение там для ребенка, прежде всего, в первом году жизни, это действительно программирование его здоровья. И на эту тему очень много работ, потому что вот эти условия, в которых он находится, да, это регуляция плаценты и гормональная, и само питание, которое проходит, да, то те микроэлементы, которые получает ребенок, это вот те эпигенетические факторы, которые либо быстро проявляют эту непогублевую генетическую предрасположенность, либо плоск, либо чем-то доживает до остопороза, либо не доживает, да, либо случается диабет, либо, ну, а не вам, уважаемый, то, что это катастрофа с метаболическим больным у подростков. Но вот сегодня все больше и больше взор его и тренировок наше занимается очень подробно есть, обращено к тому, что вот это гибролит и метребеременности, вот это макроэлементы и беременности, это источник последующих проблем при неправильном питании, и, конечно, дефицит витамина D, это фонность в следующем день, это дотиатами, это дотиатами, как говорилось, это диабетный, это хронический и больше не доказано. Вот еще раз показываю безопасность зеленых, это тысяча, четыре тысячи синим, и крупного плана, которые показывают на нижнюю границу нормы при лечении и расширении дотиатами. Теперь прием 100 международных единиц, ну, давайте приведем на тысячу, повышая уровень по статистике, и мы за полную сапари на 4 мм. Так вот, давайте прикинем, посчитаем, сколько же нужно времени, да, для того, чтобы, даже если мы будем закрывать лечение, по 4 тысячи международных единиц, это мы за три месяца только где-то на 16 мм. И мы должны начать с вами постанавливать организм женщины, чтобы на плацеданцию, это 6-я, 7-я, 9-я и вторая волна, 16-я неделя, а цит созревает, чтобы он был полноценный, то есть премордиально 90 дней. Значит, за три месяца до уже на это надо поменять, чтобы он был полноценный получеловек, и для того, чтобы насыщить организм, нужно начать еще за три месяца, правильно? Значит, за полгода мы даже не дали женщину, но особенно женщину с группой эстакции, для того, чтобы добрать дозы лечебные и профилактические. Вот это самое главное, что, к сожалению, хоть Ирина нас так и похвалила, и наши детки, соответственно, действительно, может быть, имеют этот поле, насколько у нас уже три консультации нас начали, это я, правда, вижу и знаю, и рада, но когда? Чаще всего, когда пациентка пришла и в химическую поддержку на беременность. Мы только этим самым профилактируем заболевание ребенка. Преклампсию, ВСТ уже нет. Ну, после родных периодов, конечно, ее постами нет. Это было приятно. Значит, принцип. Определение уровня 25 ложных препаратов женщин из группы риска, потому что иначе невозможно, нежизненно. Рекомендуем препаратом для лечения профилактики является хориканциферол в уровне показательности 1А. При выявлении меньше 30 нанограмм на миллиметр рекомендуем лечебные дозы, которые я сейчас скажу, без определения уровня, только профилактические. Группа риски долго совещались, обсуждали, я уже упомянула, указательная база препаратов и ГСД, и также добавили те, которые значимые используются не наше. Лечение, начнем с него, да? Прекровидарный этап, беременность и послеродовый период. Курсовая доза хориканциферола составит 400 тысяч международных единиц. Как мы ее наберем на прекровидарном этапе? Не принципиально. Ну, вы знаете, уже рассказали, что схема раз в месяц вычитается не очень ритуально. Раз в неделю? Пожалуйста. Вот эти дозы раз в неделю мы не прописали для беременности, только ежедневный прием, только потому, что нет наказательной базы для сопоставительного года. Были бы, сказали, можно. А в ней беременности? Пожалуйста. Во время беременности 4 тысячи 8 недель назначается с контрольным анализом, а там прописали через 8 недель. Все-таки это самый минимальный ранний срок для оценки эффективности, да? И дальше решаем вопрос переходит на лечебный и профилактический. Для женщин с ожирением это нужно увеличить до 6 тысяч. После родового периода 2 тысячи тире 4 тысячи 8 недель. Допустимо до 6. Недостаточно. Курсовая доза нужно набрать 200 тысяч международных единиц. Опять, здесь, если это проекровитарный этап, можно раз в неделю беременность ежедневно по 2 или по 4 тысячи и после родового периода до 4. Каким образом лечебные дозы витамина? Дэто, по нему, смотрите, не знаю, извините, как получилось. Определение уровня. Дальше, низкие продолжаем лечение в нормальной переходной профилактической дозе. В общем, нам хотелось написать полторы, 1800, или как Ирина Николаевна, за это замечательное полетел, прописала 2000, но не доказать небазвестной безопасности. Поэтому писали то, что могли. 1200 – максимальная профилактическая доза во время беременности, которую назначают женщины без определения уровня, это именно это. Профилактика. Прегритарная беременность с лирогой всюду одинаковых безопасности доказана. Ну и диета. И недостаточности, наверное, ожиления, море абсорбция. Да? Вот 6000, 10000 международных единиц – это максимально. И для поддержания это не в беременности, как вы понимаете. Закончилась первая филактика. Мы выходим на профилактические дозы в 1500 лет. И если нужно лечить, то уже по стандартам для филактических ассоциаций. Поэтому еще раз про алгоритм. Женщина из группы риск определяет, не из группы риска, сразу профилактические дозы. Ну и очень многие ситуации в лечении, конечно, занимает всю беременность. За три месяца нам не удается вывести ее из группы 4, 5, 6, что нерегко. До 30. Вы это прекрасно понимаете. Ну и мы процелим уровни еще раз, так что для многих уровни на сегодняшний день определены. Прежде всего, высокие уровни – это профилактическая ассоциация сравнительно с психологическими заболеваниями. А бушевская составляющая, вот здесь только, сейчас ли строго груди, инфаркт миокарда, низкая масса тела при рождении, вы видите, что уже больше 20, уже нет меньше ассоциаций. И при плаксе, в среднем 33-34. То есть в незапоблачных уровне, у нас целевые уровни вполне понятные и достижимые. Поэтому еще раз выписываю по данным литературы, что для ВРТ успехов хотя бы 20, снижение риска при плаксе 30, бессонный диабет выше 20. Ну, собрать их на деле не все понятно, потому что не буду комментировать. Снижение риска после длини 25 сорт и целевого уровня голуборожных, при котором снижается риск осложнений, не менее хотя бы 20. Ну, еще раз повторяю, ВРТ-6, это я уже, извините, показала, почему-то здесь повторилась, извините. Препараты все есть. На сегодняшний день я всегда уже рассказываю о том, что все поливитаминные комплексы не набирают дозу витамина Д, не успевая пока препараты заберешь и вытвердишь. Поэтому к любому поливитаминному корпусу последний у нас пришел на телевитерную линейку, сейчас более-менее правильное поеду, по поливу и кислоту добавленный кафалит, но все равно витамин Д это от 300 международных единиц. Поэтому мы добавляем либо таблетку, как раз у нас выходит какая-то 3 таблеточка, либо либо 2 капли, вот, и всегда так выступаем, надо сказать, да, ну и не могу ли закончить свадебную фирму, которая нас с вами сегодня объединила, да, что ли на сегодняшний день удобная, приемлемая, мы давно работаем с желательной таблеткой, потому что у ВРТ, да, как раз в аннотации было разрешено применение при беременности, поэтому да, я могу сказать, что таблетки более приемлемы, больше дадят при людей удобства, конечно, и потом у многих недоверия, когда-то капли простеклазм. Еще больше способов, действительно, употребления, его можно сегодняшний день растворить в воде, и это тоже очень нравится кремль, потому что приемлемые ощущения не всегда. Ну, дальше, что это чистый препарат фармцистический, да, не содержит ни ароматизаторов, при наших армиткуссихозах и так далее, все это имеет значение. Оно о том, что она хорошо усваиваемая клетка и за счет особого, вот, способности лицелили, лицелили, лицелилирования, это, конечно, было и в капельках, да, где масляную капельку водный раствор помещает, ну, и этот же принцип остался при работе вот у этой новой каплеточки от ВД-трима. Поэтому на сегодняшний день эта форма, как ВД-трима, да, и новая форма, которую я думаю, что она очень должна быть популярной, распространена и среди детей, и среди беременных, это таблетирование. О том, что она хорошо усваивается, только в нишечнике идет высокая биодоступность, и усваивание доказано большим количеством исследований. Ну, и также напомнить о том, что, конечно, для беременных очень важных диеток, я всегда очень прошу диетологов помочь правильно вот расписать, дать какие-то примеры, но, к сожалению, как-то так вот не очень держится этот вопрос с диетологами, но, тем не менее, конечно, комбинация для витамина 3 также очень важных, как с пищей, также с боевыми веществами и с препаратами Амин-3 Амин-6, которые сегодняшние для казна, и улучшение интеллектуальной деятельности ребеночек. Ну, и что у нас в перспективе, как всегда просматриваешь литературу, вот последние тенденции на сегодняшний день, все хотят использовать микроральные препараты, все хотят трансформальные, поэтому в будущем у нас, наверное, тоже появится, а может, и романфихин создать для нас или пластырь, или гей, но действительно трансформальные формы это будущее лечение, и вот это наша книжечка, мы ее сделаем на основе их собственного опыта, большого количества работ, да, я не знаю, уже год назад, и Даня Дэй, и продуктивная здоровая женщина, она есть в интернете, и я всегда, да, наоборот, есть почта, всегда готова к вашим вопросам, и спасибо вам большое за внимание в своем студии.